Но мы, тем не менее, были в постоянном контакте. Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом. Причём по всем направлениям. И я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20% с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5, рост составил свыше 55. То есть мы не только всё компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов. То есть в пандемии, когда мы не потеряли в пандемийный год, мы не потеряли в пандемийный год, но и не потеряли в пандемийный год. Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились не хотеть компромиссы, выгодные для обеих сторон. Продолжают расти инвестиции с обеих сторон. У нас накопленных инвестиций турецких в российскую экономику полтора миллиарда. А российских в экономику Турции 6,5 миллиарда. И крупные проекты осуществляются, идёт всё по плану. В полном объёме запущен и работает турецкий поток газопроводной системы в Турцию и транзитный в южные европейские страны. В этой связи не могу ещё раз вас не поблагодарить за неизменную последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И вот сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложный турбулентный процесс на европейском газовом рынке, Турция чувствует в себя абсолютно уверенность и стабильность. Продолжается по плану работа по атомной электричественной станции АКУЮ. На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и усилие, и наши контакты по согласованию позиций по линию. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленную на примирение. Вопросов, конечно, очень много. Я очень рад, что Вас видите в России. Продолжение следует... С вами я очень рад снова встретиться с вами, лицом к лицу. Да, действительно, эта пандемия COVID-19 разлучила моих друзей. Да, действительно, эта пандемия, которые мы принимаем, наша война продолжается в трудных условиях. Прежде всего, конечно, у меня есть благодарность. Вам хочу это выразить. Это связано с пожарами в нашей стране. Спасибо большое, спасибо за зарплату, которую вы оказали в этом плане, в плане помощи и поддержали в этом плане борьбы с пожарами. От имени народа и от имени моей страны благодарю вас. Да, это связано с пожарами. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но я хочу еще раз здесь выразить и соболезнования. Да, группа знаются как раз в беде, как говорится. Да, необходимо отметить, что турецко-российские отношения, это касается и политических, и экономических, и торговых, и военно-оборонных промышленностей, это видно, наблюдается в развитии. Да, несмотря на то, что между нашими торговыми отношениями торговый аппарат был спад в торговом аппарате, незначительный спад, но это продвигается в положительном русле. Верю, что мы продолжим в этом плане развиваться, развивать наши отношения и достигнем хороших целей. Особенно хочу выразить благодарность в плане туризма, в котором вы оказали также поддержку нашей стране. Мы также благодарны, что российские граждане, россияне предпочитали отдыхать в нашей стране за этот период. Вы также отметили, я также хочу отметить, да, я посетил Акку, где строится атомная электростанция. Я считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок электростанции. Конечно, там идет, продолжается интенсивная работа. Могу сказать, что там работает 13 тысяч человек. 10 тысяч это граждане Турции, а 3 тысяч это граждане России. Но также нужно отметить, что почти все эти работники, они получили образование, обучение в России. Это как раз приводит к тому, что наши отношения еще больше укрепляются. Другой вопрос, который нужно отметить, это шаги, которые мы предпринимаем в нашей совместной шаге военно-оборонной промышленности. Мы считаем, что будет полезным, поговорим об этом. Украинец, что в Генеральный Асамбле, есть известные лица, которые в ходе Ташвей Генеральной Асамблее, особенно задавали некоторые вопросы. Мы не обязаны ответить, да. Потому что есть шаги, которые мы уже совершили, завершили, нет обратного пути в этом плане. Особенно верю в то, что укрепление наших русско-турецких отношений, развитие наших отношений, это принесет большую пользу. Это будет наше совместные шаги относительно сирийской проблематики имеет также значение. Порану до борща, и на Туркя-Русская отношения. Мир в этом регионе зависит от турецко-российских отношений. Большое спасибо вам за этот приговор. Действительно, пандемия нанесла очень больший урон туристической, если вообще в мире. В 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов. А в 2020 году только полтора миллиона. Сейчас ситуация постепенно исправляется. За 9 месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов будет. Это зависит еще и от нашего сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. А работа здесь идет весьма позитивно. Хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать в основном экономике в целом и туристическому отрасли. Мы об этом поговорим. Буду, да, это расслабляющий мир.